Привет! Сегодня поговорим о такой вещи, такой вопрос. Если мы говорим, что Всевышний создал этот мир и управляет всем в этом мире, как может быть такое, что есть огромное количество случайностей, которые происходят? И вообще, есть ли такое понятие, как случайность? Давайте посмотрим на то, с чем мы имеем дело. Во-первых, мир Всевышний создал, как мы видим, это очень упорядоченным и все в мире взаимосвязано. И так же, как любое творение несет на себе след своего Создателя, так же и материальный мир и вообще все мироздание является носителем следа того, что его создал Всевышний. Поэтому пристально вглядываясь в этот мир, изучая то, как он устроен, мы можем понять немножечко, вообще прикоснуться, скажем так, к Творцу, понять принципы, которые он считает правильными и неправильными. Кроме того, что он в принципе дал нам в Торе все эти вещи, просто наблюдая за тем, как устроен мир, мы можем видеть то, на чем этот мир построен, что в этом мире хорошо, а что в этом мире плохо. Мы видим, что в мире есть огромное количество очень упорядоченных вещей, то есть есть определенные законы, то, что наука может изучать в плане устройства мира, определенные принципы взаимодействия между вещами, между созданиями, что планеты на своих местах. Каждая вещь, она находится на своем месте, занимает свою какую-то нишу, свою область в том, что является ее задачей в этом мире, что есть человек, есть растения, есть животные, есть вода, есть всякие другие материалы. Каждый из этих материалов выполняет свою особую уникальную роль, каким-то образом взаимодействия с другими творениями. Мы видим, что в принципе все, даже если смотреть на наш маленький мир, который мы хоть немножечко познали, мы видим, что все в мире взаимосвязано, что все на планете оно для чего-то нужно, оно как-то играет роль в общем существовании всего, и птички нужны, и жучки, и паучки, и различные минералы, и в человеке есть огромное количество различных веществ. Все эти вещи, они как-то нам нужны, есть определенный круговорот этих веществ, круговорот воды и других веществ, воздух каким-то образом меняется от всего этого. Все в мире как-то влияет друг на друга. Получается как бы, что мир в целом, несмотря на то, что он такой разнообразный, он тем не менее пронизан идеей единства. Единство может быть двух видов. Единство может быть единством, которое полное единение, что нет вообще никакой разницы, ни между чем и чем. Это такое, скажем так, единство хаоса, когда нельзя выделить какую-то отдельную вещь. Вообще говорится, что изначально был создан мир хаоса, где каждая из природ, каждая из качеств, которым Всевышний в дальнейшем хотел ограничить свой божественный свет, оно не готово было принимать никакое другое качество и могло, хотел самовыражаться максимально. То есть если это добро, то это добро, если это строгость, то это полная строгость без принятия каких-либо других вариантов и так далее. Такой мир не смог существовать, потому что в итоге нужно было, чтобы все 10 качеств, которыми Всевышний творил мир, участвовали в этом процессе. Но если каждый из качеств будет говорить, что только его подход самый правильный, это не дает возможности и места не для каких других проявлений. То есть если человек говорит, мы будем воспитывать детей только в строгости, если при этом кто-то придет и даст ребенку конфетку, как бы этот человек не вписывается в картину, у него нет места в такой модели воспитания. Но Всевышний хотел, чтобы все вот эти варианты, они участвовали. Поэтому такой мир не смог существовать, где каждое из качеств скрывалось на максимум. И в итоге был создан мир, который назывался Ацилут, в котором каждое из качеств, оно содержит в себе все остальные. И просто является более, каждая поддельность является более ярко выраженной одной какой-то идеей. Но благодаря тому, что все содержит в себе все остальное, благодаря этому возможно полное объединение всего со всем. То есть это уже единство разных сущностей. Как, например, вот можно объединить людей с точки зрения того, что вы все люди, вот мы все люди, да, как бы это нас объединяет не с точки зрения того, кто из нас, кто. Просто мы все люди, все. У нас у всех две руки, две ноги и там и другие органы на своем месте. С этой точки зрения мы все одинаковые люди, как можно сказать одно целое человечество. Но это не учитывает никаких качеств того, кто что умеет делать, что кто из себя представляет. Есть единство разных сущностей, когда каждый из участников этого единства все вместе, они как раз составляют только целую картину. Не по отдельности, а каждый является частичкой, какой-то прекрасной стороной общего. Только тогда наступает абсолютное единство, когда вот все кусочки пазла собираются вместе. Ну, как, например, взять любую компанию, да, в которой работает много разных сотрудников. Компания может нормально функционировать, только когда каждый из сотрудников выполняет свою общую функцию. При этом нельзя сказать, что каждый там, как бы вот это отдельная часть, это другая часть, и они типа не связаны. Потому что если они не связаны, то получается, что зачем они тогда вообще нужны. Если они работают как бы над чем-то своим, не связанным, тогда, если они не до конца понимают функции других подразделений, получится, что они занимаются чем-то своим, компания занимается чем-то своим. И так это часто, к сожалению, происходит, когда, например, отдел маркетинга занимается рекламой и подвижением каких-то продуктов, производители занимаются производством каких-то продуктов. Если нету связи с тем, как люди реагируют на рекламу, что им реально нужно, и нету связи у отдела, который занимается анализом всех этих вещей с производителями, то производители делают вещи, которые они считают прекрасными по своим принципам. Так удобнее, так проще, так дешевле, так технологичнее и так далее. Но людям, например, нужно что-то чуть другое. Вот тогда начинаются разногласия и проблемы. Только когда каждый человек, в общем и целом, готов принимать важность участия всех остальных участников процесса, только тогда это может быть единый организм, в котором все действует хорошо. Ну, как, например, в принципе, нашего организма, где у нас каждая клетка занимается своей работой. Каждая клетка, каждый орган. И не дай бог, если происходит не такая ситуация, то это выражается в опухолях или в каких-то других неприятных вещах, когда какой-то участок организма решает, что он должен теперь жить по собственной жизнью, как-то заниматься какими-то своими процессами. Никому это не нужно. Нужно, чтобы все занималось только своей задачей. Ноги должны ходить, глазки должны видеть, и разум должен думать. И не надо, чтобы то, что не должно думать, начинало думать, и наоборот. Так же, как если на примере компании, каждый из людей в компании должен, чтобы было полное единство, должен с уважением относиться ко всем остальным участникам. Потому что если, например, будут какие-то моменты, там, не знаю, классовой ненависти, что люди будут думать, что они лучше и важнее уборщицы, которые там у них убирают, или уборщица будет считать, что все тут такие умные, а я тут горбачусь, единственный человек, который тут по-настоящему работает, это приведет к тому, что компания тоже будет плохо работать. Потому что если уборщица не осознает важность того, что основные деньги здесь зарабатываются, например, интеллектуальным трудом, это приведет к тому, что она может неуважительно относиться к этому, начать убирать вещи, которые она считает, что они не нужны, тут все же кидали мусор, какие-то вещи положили, должно быть все чисто, опрятно. Как бы это происходит, когда человек не относится с уважением к процессам, которые делает другой человек. И наоборот, если люди с неуважением будут относиться к тяжелому труду, как бы уборщица, да, он не занимается интеллектуальным трудом, но он делает тоже важную вещь, он обеспечивает тебе возможность работать. Если он будет плохо выполнять свою работу из-за того, что ты к нему так относишься, ты не сможешь работать. И если ты этого не понимаешь, то если тебя не будет, кто будет тебя кормить, кто будет тебя возить. И если тебе придется тратить все те силы, которые тратят люди вокруг тебя, чтобы создать тебе возможность твоей идеальной работы, если ты не будешь, как бы, учитывать все эти факторы, то ты тоже не сможешь работать хорошо. Только когда мы относимся с уважением друг к другу, вот, как бы, находим в себе место для каждого из участников процесса, тогда мы можем все работать как единый общий организм и достигать максимум того, что мы способны сделать, чтобы всем жилось максимально хорошо. Как это вообще относится к нашей теме? Идея в том, что, несмотря на то, что был создан изначально мир хаоса, а потом был создан мир порядка, на самом деле есть важность и в том, и в другом. И те законы, те принципы взаимодействия, которые мы видим в мире, они происходят из мира порядка. Вот это, как бы, вся четкая, ясная структура. Даже если мы не всю ее там до конца понимаем, все-таки возможности науки ограничены средствами, которыми мы можем проникать вглубь тех или иных процессов. Тем не менее, мы видим, что там на молекулярном уровне, если копаться глубже, глубже и глубже, мы приходим к тому, что вообще все едино в какой-то мере. И те процессы, которые происходят, они, как бы, подчинены в этом плане очень четким взаимодействиям. Есть последствия у тех или иных действий человека. Тем не менее, мы видим, что есть и такая вещь, как случайность, которая преследует нас в жизни постоянно. Более того, как раз, когда мы начинаем погружаться вглубь, допустим, молекулярного устройства тех или иных вещей, складывается картина такая, что, с одной стороны, вроде все понятно, как все взаимодействует, с другой стороны, внутри всего этого, там, хаотичное движение молекул. Когда мы говорим про хаос, вопрос в том, что, на самом деле, и хаос тоже является желанием Творца. И то, и другой подход, и подход порядка, и подход хаоса – это необходимые составляющие этого мира. Хаос, он просто больше скрывает присутствие Всевышнего, чем порядок. Когда мы видим прекрасно работающую схему, есть что-то, что это все объединяет. Хаос, какие-то случайности, которые выходят за рамки и не подчиняются как бы общему принципу, да, то есть что-то происходящее, казалось бы, само по себе. То есть там все машины едут, да, хоп, одна сломалась. Почему, зачем, и почему вдруг именно эта машина, может быть, они все новые, а это вот здесь какая-то там была случайным образом микротрещина где-то, которая в конечном итоге привела к такой поломке. И вот хаосом обычно мы вообще понимаем те процессы, которые нам непонятны, недоступны конкретному анализу, чтобы все это просчитать и предугадать. По-настоящему то, насколько Всевышний скрывается и за всеми этими вещами тоже, показывает, что на самом деле за всем, что происходит в мире, стоит Творец. Просто это имеет такую форму выражения. То, что происходит в каких-то логичных рамках, в рамках структуры, нам проще понять и принять, осознать как бы единство с этими процессами. Но то, что вот выглядит для нас как некая случайность, хаотические какие-то вещи, которые происходят, их осознать намного тяжелее, как это является частью всего. Тем не менее, на самом деле в глубине и это все тоже является частью замысла Творца, и на самом деле получается, что случайностей нет. Все, что мы воспринимаем как случайность, это просто некое проявление Бога, которое вот сокрыто и не вписывается в рамки текущего мироздания, когда у нас происходят разные вещи в жизни. Иногда это хорошие случайности, иногда это плохие случайности. На самом деле это только так называется. Есть такое интересное даже сокращение на иврите. Слово «случай» называется «микре». Если переставить буквы местами, получится «рак миошем» – только от Бога. Что на самом деле все случайности, они тоже подчинены божественному замыслу, только они не вписываются в нашу картину восприятия. Когда происходит что-то случайное, это не значит для нас, не должно значить, что Бог что-то недоследил или мне как-то удивительным образом повезло. Да, мы называем это такими словами, потому что для нас это так выглядит. Но по сути это совсем не так. То есть если какой-то человек выигрывает в лотерею, это не значит, что для всего мироздания это выглядит как абсолютный случай. Но если мы попробуем закопаться в эту ситуацию глубже и, например, учтем все факторы, которые повлияли на то, что вот так получится, может быть в конечном итоге нам будет видна некая структура. Почему это все равно остается для нас как некая случайность? Потому что мы не можем это повторить. Мы не можем, поняв, как человек выиграл в лотерею, теперь тоже сами выигрывают в лотерею. Как человек угадал, какие выпадут цифры, там шарики или что. Как сам человек не может знать, почему это так. Он может выстраивать разные схемы, статистику и прочее. Тем не менее, точного принципа у него нет. И обычно, если какие-то люди успешно во что-то стабильно выигрывают, либо есть какой-то недостаток в системе, который они знают, либо просто есть какой-то принцип, почему им так сильно везет. И еще одно подтверждение этой всей истории. Можно сделать, что случайность – это тоже на самом деле вещь, которая лежит в рамках всего происходящего. То есть тоже вещь, которая происходит по желанию создателя. То, что мы видим на примере современных технологий, это анализ больших количеств информации, что благодаря анализу совершенно не связанных между собой фактов, просто огромного количества информации по каким-то схемам, в современном мире мы можем предсказывать какие-то события с очень большой долей вероятности, как, например, ставились эксперименты, какая команда победит в футболе, не анализ, как обычный человек анализирует, сколько она, как играла команда, как хорошо, а вносилось намного большее количество данных, погодные условия, настроение футболистов, что происходит, курс доллара, все что угодно. Вся эта информация вместе, поскольку все в мире влияет друг на друга, в конечном итоге это приводит к тому, что получается тот или иной результат. И вот эта вся мнимая хаотичность, на самом деле она тоже является выражением Творца. И с Божьей помощью, когда уже миру достоится раскрытие присутствия Всевышнего, вся эта маска спадет, и мы увидим, как на самом деле вся жизненность и все, что происходит в мире, приходит от Всевышнего. От этого остается вопрос, как же тогда свобода выбора, и что с этим делать. На самом деле как раз вот эта маска случайностей и определенных последовательностей в этом мире, как раз она и нужна нам для того, чтобы у нас была эта свобода выбора, чтобы мы принимали наши решения, исходя из наших собственных взглядов. Мы можем смотреть на этот мир, что мир управляется сам по себе, есть четкая структура, там она эволюционировала, развелась во что-то, там был большой взрыв или какой-то другой теории объяснить существование мира, что он существует по таким четким принципам, несмотря на то, что науке нет ответа на ряд вопросов по поводу там силы притяжения между телами, как она работает и многие другие фундаментальные вещи. Тем не менее, есть много разных теорий, которые бы позволили объяснить, почему вот мир такой вот сам по себе существует и все у него хорошо. Также можно и выбрать другую сторону, говоря, что вообще все в мире это полная случайность и ни от чего, ничто ни от чего не зависит. Повезет будет хорошо, не повезет будет плохо. Человек волен выбирать и ту, и другую сторону. И во всем, что он видит, он может видеть присутствие Творца, а может видеть в этом все, что хочет в этом видеть. Это наша работа. Тем не менее, в глубине этого мира случайность как раз это более глубокое раскрытие Творца, то, что не только когда разверзается море, или падает ман, или когда происходят какие-то другие события, вот это проявление Бога, а все остальное это не проявление Бога, что я успел на работу сегодня, что там где-то была авария, из-за этого на моем участке дороги не было пробки. Это все случайности. То, что я не заболел, все заболели, или наоборот, я заболел, а все не заболели. Это все случайности. Просто тут микроб пролетел, а тут не пролетел. Так может человек объяснять себе все, что угодно. Но на самом деле, это более глубокое взаимодействие и более глубокое проявление Всевышнего в этом мире. И чем меньше мы будем относиться к случайностям, как к случайностям, а больше будем стараться понять, что нам Бог хочет и случайностями тоже сказать, тем более тесно мы будем воспринимать Всевышнего и сможем лучше учиться на тех уроках, которые Он нам хочет дать и как-то лучше выполнять свою задачу, менять себя более правильным образом, потому что надо быть хорошим учеником, чтобы получать хорошие оценки.